В пятницу вечером прошла очень интересная новость. Соединенные Штаты предъявили претензии Deutsche Bank. Причина нарушения при выпуске ипотечных облигаций Саппрайм в 5-7 году. Соединенные Штаты требуют от Deutsche Bank за досудебное урегулирование 14 миллиардов долларов. В результате этого котировки акции Deutsche Bank упали почти на 9% до 16,5 миллиардов евро. Некоторые видят в этом политику. Совсем недавно Евросоюз предъявил Apple претензии на 13 миллиардов евро. Если это так, то Штаты выбрали идеальную мишень. Слухи о проблемах Deutsche Bank ходят по рынку уже давно. Многие опасаются, что если Deutsche Bank постигнет судьба Lehman Brothers, то Европу ждет очень серьезный финансовый кризис. Данный кризис объективно играет в пользу Соединенных Штатов. Это рост спроса на доллар, на американские государственные облигации. Плюс не стоит забывать, что сейчас у Соединенных Штатов и Европы очень серьезные разногласия. Европейцы не хотят единого рынка со Штатами на американских условиях. Они не хотят, чтобы интересы американских компаний были в приоритете. Они также против передачи части прав суверенных правительств корпорациям. Считается, что даже 4 миллиарда долларов компенсации Deutsche Bank не потянет. В этом случае срочно придется либо продавать активы, либо искать инвестора. Инвесторов можно найти на Ближнем Востоке. Однако в этом случае Германии придется пойти на дополнительные уступки в вопросах кризиса с мигрантами. Политика и экономика очень тесно связаны сейчас. При этом политика все больше доминирует над экономикой. Соединенные Штаты все больше относятся к своим партнерам, даже самым близким, таким как Германия и другие ключевые страны Евросоюза. Не как к союзникам, а как к вассалам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова